Думская ТВ начинает работу в вечерней студии. В прямом эфире говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есимовна, здравствуйте. Три года назад в этот день начался процесс, который развивается и до сегодня. К сожалению, не все довольны тем, как он проходит и результатами промежуточными, если их можно расценивать, как промежуточные. Однако мы должны помнить тех людей, которые погибли ради положительных извинений в Украине много лет назад. Казалось бы, но всего лишь три года. Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Об этом мы говорим в течение всего вечернего эфира. Наш первый гость, лидер Одесского правого сектора Сергей Стерненко. Сергей, приветствую вас. Добрый вечер. Сергей, прежде всего с праздником, конечно, вас. Сейчас хочу узнать, как вы оцениваете достижение вот той самой революции достоинства, которая началась три года назад? Это однозначно такое вопрос, но я попробую как-то сформулировать. С одной стороны, те цели, которые ставят перед собой Майдан, то есть, изменение системы, изменение не только политических обличий, а и всей структуры украинской области, и перезавантажение, люстрация и очищение борьбы с коррупцией, эти требования, на превеликий жаль, не были достигнуты. Но, с другой стороны, Майдан став поштовхом до активизации украинского общества, до того, что люди начали верить и понимать, что они могут что-то изменить своими силами. И все-таки, Майдан научил украинцев гуртуватися навколо спільної проблеми и ее решить. Мы видим, как наслідок, это волонтеры, которые обеспечивали украинскую армию сразу после встречи на Киевском Майдане. Это так же первые хвили добровольцы, которые шли прямо с Майдану на передовую. И, гадаю, результаты Майдану мы будем исследовывать еще не один год. О том, что сейчас происходит в Киеве на Майдане незалежности, готова рассказать наш киевский корреспондент Лилия Априль. Лиля, тебе слово. Судья, добрый вечер. На самом деле, каждые 10-15 минут количество людей на Майдане резко увеличивается. Если еще в 6 часов, можно было сказать, что это максимум 200-300 человек, то сейчас это количество приумножилось. Люди собираются, общаются между собой, делятся воспоминаниями. Это и общественные лидеры, и волонтеры. В частности, кстати, я встретила в толпе Надежду Спасенко, которая общалась с людьми, выслушивала их какие-то пожелания, какие-то жалобы. Кто-то ей говорил спасибо большое за мужество, за вашу стойкость, за то, что вы делаете. Кто-то тут же в спину кричал ей, за что ей говорит спасибо. Либо одна грехина подошла, это мама парня, который полгода тому назад пропал. Он бывший, если можно говорить о бывших майдановцах, он майдановец. И Надежда подмещала сделать со своей стороны все, что в ее силах. Собственно, пока люди собираются, и на самом деле митинг проходит мирно, спокойно. Кто-то читает стихи политические, ну и уже слышу, собрался какой-то ансамбль, песни и прятки. Так что дальше будет не просто холодно и политически, но и весело с песнями. Судья. Лея, у меня вопрос такой, прежде всего с праздником у тебя, конечно. Вопрос такой, не наблюдаешь ли ты каких-то агрессивных скоплений людей? Нет ли отдельных провокаторов в толпе? И очень важный вопрос, который беспокоит лично меня. Я считаю, что еще одна революция, сам процесс нам, наверное, не нужен. Нас интересует больше, как я уже говорил сегодня, эволюция. Нет ли желающих, нет ли попыток разбивать уже какие-то палатки? На самом деле провокации я не отвечала. Есть какие-то местами такие неагрессивные, но достаточно уверенные выступления о том, что на самом деле власть не у правительства, а у народа. И некая импровизированная сцена говорят о том, что нужно переизбрать правительство, парламент. И все должно быть по-новому. На самом деле люди четко проговаривают, что им не нравится все то, что происходит в стране, обсуждают высокие тарифы. И, просто прощение, я услышала вашего последнего вопроса. Скажи, пожалуйста, не разворачивается ли какая-то инфраструктура? Я имею в виду кухни полевые, какие-то палатки, палочные городки. Спасибо, Лилия. Будем еще в течение вечера связываться. Обязательно напоминаю, на телефонной связи наш корреспондент из Киева Лилия Априль. Сергей, к счастью или, к сожалению, не разбиваются палатки на Майдане? Неоднозначное питание, честно. Протестувати треба. Протест – это всегда позитивная динамика. Питание, в каком формате будет тот протест. И не стоят иметь за ним певные люди, которые пытаются это сделать для того, чтобы отримать какие-то властные дивиденды. Политические или особистые. Лично для вас, когда начался Евромайдан? Для меня Майдан. Не Евро. Я не выходил за Евросоюз. А за что вы выходили? Я выходил против Саввиля, то, которое происходило. Я выходил за то, чтобы изменить страну на лучшее. Но я не прихильник евроинтеграции. Не есть сторонником идеи того, что Украина первочердно должна быть в Европейском Союзе. Для меня начался Майдан с 26 сечня 2014 года, когда я прийшел до Дюка, брал участие в протестах там. Потом это превратилось в более широкий протест, когда начались марши, когда начались акции под административными будилями в Одессе. И 14 лютого я уже был на Киевском Майдане и буквально там на две доби заехал. И после начала расстрела 18 лютого я с нашими братьями по организации тоже вирушили декількома группами в столицу. И уже в ранку 19 числа мы были там и брали участь в всех подальших подиях. И 26 лютого, если я не помню, мы уже вернулись до Одессы, где активно уже начался действовать так называемый антимайдан про российские силы. Какой момент лично для вас стало абсолютно очевидным, что в Майдане люди просто так не разойдутся, что будут стоять до победы. После первых жертв, когда были первые погибли, это не буду говорить за свое оточнение, меня особо это очень сильно зачепило. И, смотря на то, что мне доводилось за час своего життя стикаться с милицейским свавильем, я чудово понимал, что это уже не закончится каким-то консенсусом или договоренностью между протестующими и украинской владой, что так или иначе переможет або одна сторона, або другая. Можно ли считать Майдан победой? Я уже ответил на это вопрос в первом вопросе, когда я озвучивал. Я гадаю, что скорее так, а не ж нет. Но в некоторых моментах все-таки нет. Что не получилось? И что получилось? Что не получилось? Не вышло, снова таки, изменить систему украинской влады. Не вышло переброти коррупции. Не вышло провести якісні люстраційні процеси. Тобто ми бачимо зараз, що ті люди, які стоять за злочинами проти громадян України на Майдані, вони зараз спокійно обіймають правлячі посади і в українському уряді, і в українському парламенті перебувають. Один з півзасновників партії регіонів зараз у нас є президентом. Тому в цьому плані дуже багато було втрачено. Мабуть тому, що не було системного підходу від суспільства, і не було якось якісної вибаченої стратегії для того, щоб змінити. Це був бунт більше, а й на революції. Прекрасно. Договорились вже до цього. В момент бунта, в смутній времіна, а бунт описаний в русській в большой історії, він описаний як «в смутній времіна», коли можна було попытатися взяти в свої руки управління. Ви знали, що президент, про яку ви зараз говорите, президент України Петр Порошенко, один із соцсоздателів партии регіонів, ви так його назвали тільки що, правда? Так, так. Ви знали об цьому і в той день, коли він появився на Майдані і почався позиціонуватися як лідер будущей сили. Я в той момент не цікався його біографію. Мені було достатньо того, що він працював в команде Януковича. Він обіймав посаду міністра економіки. Прекрасно. Почому «Правий сектор» не заявила себе в смутній времі? Фінансів, перепрошую. «Правий сектор» іграв огромну роль. Що саме ви маєте на увазі? Ну, якщо ви знали, що він був раніше в команде, якщо однозначно його не підтримували з самого початку, якщо «Правий сектор» не взяв на себе управління цим процесом і цю смуту, як ви сказали, не превратив із бунта, опять же, це ваша цитата, в настоящу революцію. «Правий сектор» – це була стихійно створена навіть не організація «Рух» під час Майдану. І на момент його створення він не ставив задачі брати владу чи обіймати якісь правлячі посади. Тоді все було в рамках протесту проти режиму Януковича. І я повторюсь, зі сторони усіх протестувальників не було єдиного системного підходу, не було стратегічного бачення того, як необхідно змінювати країну. На превеликий жаль. Я предлагаю посмотреть небольшой інформаційний матеріал о том, з чого начинався Майдан в Києві. Я прошу ввести матеріал «Евромайдан». Встречаємся в 22.30 под Монументом Независимости. Одевайтесь тепло, беріть зонтики, чай, кофе, хороше настроєння і друзей. Перепост всячески приветствується. Эти слова Мустафы Найема на тот момент журналиста «Украинской правды» стали своеобразним призывом к українцам выйти на Майдан. Катализатором массового протеста стал отказ тогдашнього президента України Виктора Януковича подписати соглашення об ассоціации с Евросоюзом. В первый день 21 ноября на Майдан Независимости вышло несколько сотен людей с флагами Украины и Европейского Союза. Это были преимущественно молодые люди и студенты, к которым на следующий день присоединились десятки тысяч украинцев. 22 ноября протестующие начали устанавливать первые палатки, в результате чего произошли первые столкновения с милицией. 24 ноября на митинге была объявлена бессрочная акция протеста. В ночь с 29 на 30 ноября несколько сотен бойцов спецподразделения МВД Беркут силой разогнали палаточный городок на Майдане, при этом избивая протестующих ногами и дубинками. Жестокие действия правоохранителей привели к еще более массовым акциям протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли свыше 500 тысяч украинцев и с этого времени Майдан стал объединяющим фактором для всех, кто выступал против власти. Мы говорили о том, что многого не удалось добиться. Как считаете, помимо того, что не было системности, чего не хватило украинскому народу для того, чтобы действительно поломать эту систему? И будет ли шанс ее поломать? Я думаю, шанс будет, но ничего не происходит раптово, ничего не происходит сразу. Я думаю, что этот процесс растягнется у нас на годы. Что для этого нужно делать? Что для этого нужно делать? На мою думку, нам необходимо выховывать новое поколение украинцев, правильно выховывать, необходимо вести просветительскую деятельность. А как люди, которые возглавили власть, как вы говорите, из старой системы, могут вырастить новых украинцев? Не нужно на них в этом вопросе покладаться на все 100%. Розпрацьовывать план, стратегию, тактику, программу зміни украинской державы в плане реформ. И поступово, поступово, я гадаю, этот процесс сам себе сделает, когда у нас вырастет еще одно новое поколение украинцев. И изменилось ли общество за эти три года? Суспільство. Если говорить о увеличении активности граждан, то так. Но, на превеликий жаль, большинство людей живет за тими же правилами, что и жили до того, как втек Янукович, до Майдану. Мы бачим это по результатам выборов. Мы бачим, что у нас так же обрался и опозиционный блок, и люди, которые представляли партію регионов на выборные посады, благодаря украинским гражданам. Они не сами себе выбрали эти политики. Поэтому изменилось все-таки суспільство, но не так глобально, как хотелось бы бачить. Свободы больше стало? Ну, однозначно, в первый після Майданный период. Так. Так, сейчас. Сейчас тоже набагато больше стало свободы. Все-таки, украинская влада враховала помилки режима Януковича. Она уже не так ризко прямо иде против украинского суспільства в проблемных питаниях протеста. Але все-таки, я не скажу, что стало легче. Ну, вот сегодня в Киеве наш корреспондент говорил о том, что очень много правоохранительных органов, и для того, чтобы прийти на Крещатик и вспомнить тех, кто погиб за свободу Украины, стоит металлоискатель. Как это воспринимать? Ну, в минулому році это было так же. Это нормально? Это правильно? Ну, это с какой точки зрения дивитесь? Если дивитесь с точки зрения... Что бы вы хотели принести туда? Я? Ничего. Если бы я там находился, то единственное, еще бы собою пронесся свой мобильный телефон та пачку цигарок, с которыми я постійно ходжу. Не больше того. Кстати, это административное правонарушение курить в общественных местах. Это не является слово общественное место. Проносите цигарки не есть админправопорушение. Я не говорил про то, что я буду палить. И все-таки это правильно, что настолько много полицейских в Киеве во время таких массовых заходов? Ну, будь-якие массовые заходы потребуют уваги правоохранных органов измеркувания звичайной безопасности. Но, я гадаю, что полиция аж занадто серьезно ставится до сегодняшних подий. И все-таки не важно забывать, что в достаточно большей части, как мы сейчас постареиваем свобилие Беркута, так, что все традиции остались на сегодняшний день в Украине. За великим рахунком ничего так и не изменилось. Строго говоря, мы видим и в Европе, в которую очень многие стремились как раз прямо с этого первого митинга, который организовали студенты, в Европе еще жестче разгоняют подобное незаконное с точки зрения правительства сборища. В нас право на мирный протест гарантовано Конституцией Украины. И подии, от когда побили студентов на Майдане, они стали лише каталізатором сбільшения протестных настроев и радикализации протестных настроев. И жоден законодавчий акт не позволяет бить людей, потому что они пришли висловить свою позицию, тем паче по життям важливых органах, по голове, по ниркам, как это там и жоден закон не дает право вбивать украинских граждан. Сергей, насколько сегодня уже находится вот эта вот критическая масса и вот этот момент пик, когда люди устали от того, что происходит в стране? Незадоволенных, должны бояться власти нового Майдана? Незадоволенных, втомлених людей дуже багато. Это факт, и я думаю, может даже больше, чем в 2013 году. Но людей, которые готовы на сегодняшний день радикальными способами, физическими, серьезными протестояниями намагаться влаштовывать какие-то протести, я думаю, не так много и мы этого не увидим на ближайшем часу. Принаймні, в случаях, если это будут какие-то душевные порывы граждан, а не проплаченные какие-то заходы. Но проплаченные заходы они не системные, они не матимут никакого результата, кроме просто гучных каких-то подений, которые можно будет использовать как инструменты политического тиска. Как пишут некоторые пользователи, за деньги можно собрать только антимайдан. Так. Сергей, благодарю вас за то, что нашли сегодня возможность прийти к нам. Напоминаю, лидеры Одесского правого сектора Сергей Стерненко. Мы прервемся на новостейный дайджест, после вернемся в студию и продолжим говорить о дне свободы и достоинства. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Думская ТВ